Выставка китайских производителей вызвала в Челябинске ажиотаж. Горожане раскупают солнечные батареи, одежду из верблюжьей шерсти, цветочный чай и сушеные дыни. Экспортные товары продают без посредников и наценки. В китайском квартале побывал и наш корреспондент Евгений Власов. Десятки вывесок с иероглифами, иностранная речь, столы с экзотической едой и витрины с одеждой и бытовой техникой. Арина-трактор превратилась в небольшой китайский рынок. Свою продукцию в Челябинск привезли 50 фирм из провинции Синьцзянь. Пенсионеры интересуются товарами для здоровья и пробуют цветочный чай. Он снижает давление и улучшает сон. Или покупают богатые витаминами С и Д верблюжье молоко. Для укрепления мышцы, если там написано спортсмены надрывают, мы тоже много бегаем. Мышцы поправляют, укрепляют. Что еще? Ну, оздоровительные, там много что написано. Хотела у девушки спросить, она перевести не может. Женщины выстраиваются в очередь за косметикой, рассматривают халаты и блузки из Кашемира. Самый большой ажиотаж возле прилавков с электроникой. Сотню машинок на солнечных батареях раскупили за пару часов. Теперь горожане прицениваются к большим панелям. Они способны заряжать телефоны и освещать загородные дома. Ну да, мне на дачу надо воткнуть просто, пока там электричества нет, чтобы временно хотя бы что-то освещало. Поэтому вот планирую, смотрю, присматриваюсь. Лю Шаньшань привезла продукцию верблюжьей фермы. Сухое молоко и конфеты, только выставочный образец. Предстоит показать еще в нескольких городах России. Но Лю боится уехать из Челябинска с пустыми сумками. На выставке также можно найти подарки для родственников. Например, платки из верблюжьей шерсти. Этот материал в два раза легче, чем овечья шерсть, не вызывает аллергии и лучше сохраняет тепло. А человек в такой одежде не потеет. Кроме продуктов и одежды, на выставке китайские запчасти для российских грузовиков. Челябинские предприниматели договариваются закупать их оптовыми партиями. Также ведут переговоры о совместном производстве станков, электронике и переработке сельскохозяйственной продукции. С автономным районом Китая правительство области подписало соглашение о сотрудничестве. Выставка будет работать в Ледовой арене «Трактор» до воскресенья с 10 утра до 6 вечера. Евгений Власов, Евгений Чекалов, ОТВ.